В эфире ЛРТ-программа «Итоги недели» в студии Мария Кузьмичева. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Владимир Ужицкий провел очередную встречу. Жители Томилина рассказали главе о своих проблемах. Какие вопросы решат в ближайшее время? Мы здесь для того, чтобы помочь вам в таких вот сложных ситуациях. Проблемные вопросы мигрантов рассмотрели эксперты на семинариях. Какие трудности испытывают иностранные граждане? Данная котельная обслуживает порядка 30 одного дома, где-то порядка более 3600 жителей. Проверка готовности к зиме. Владимир Ужицкий оценивает работу котельных в округе. У нас здесь не будет палат, которые измеряются 10-ю хойками, 12-ю хойками, как было ранее. Капитальный ремонт хирургического корпуса Люберецкой областной больницы на финишной прямой. Водитель, правонарушение вам ваше понятно? Нет, не понятно. Порой цена жизни ребенка заложена в наличии автокресла. Все ли взрослые это понимают? Итоги рейта уже в выпуске. На премию «Наша Подмосковья» претендует команда сурдофутболистов торпедо-люберцем. Какие цели ставят перед собой игроки? Сейчас об этих и других новостях более подробно. 1800 обращений в полицию и три пожара произошли на минувшей неделе в округе. Об этом сообщили руководители структурных подразделений и ведомств на еженедельном оперативном совещании. Что еще произошло в Люберцах на минувшей неделе в сюжете Анны Троян. 1800 обращений граждан и 50 уголовных дел, из которых по горячим следам раскрыто 44. Такое выдалось неделя у люберецких стражей порядка. Также на совещании стало известно, что в округе произошло 153 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человек. Об особо громких происшествиях начальник полиции рассказал подробно. Деревня Маруся на улице Заречная. Сын с матерью, которую переселили из Москвы в пьяном коматозе, забил ее. После этого был задержан. Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится проверка в Следственном комитете. Также на улице Поворотимов на живое ранение было. То есть потепляло. Люди вышли на улицу. Опять же пьяные эти разборки. На минувшие 7 дней в Келюберецким пожарным удалось потушить три возгорания. Во всех случаях никто не пострадал. В сфере ЖКХ тоже все спокойно. Все подъезды, запланированные на этот год, полностью отремонтированы. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год запланирован в объеме 126 корпусов. В настоящее время ЛГЖТ полностью выполнили работы по замене, по ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 12 корпусах из 94. Работы по ремонту кровли выполнены в трех многоквартирных домах из 49. В работе 20 многоквартирных домов. На 66% готовы объекты горокруга к отопительному сезону. Работы ведутся согласно графику. В плановом режиме велась уборка и обслуживание областных и городских дорог. Во дворах провели санитарную опиловку. 20 и вырубку 11 аварийных деревьев. Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» вывез 658 кубометров сухих отходов. Ежедневно задействовано 79 человек и 48 единиц техники. 19 мусоровозов, 21 пункт гуровоз, 4 ломовоза и 4 мусоровоза для раздельного сбора отходов. Завершили заседание радостным событием. Курсы гражданской обороны в Люберцах оказались лучшими в Подмосковье. За это их начальнику Владимиру Трифонову вручили диплом победителя. Анна Троян, Петр Пономаренко и Валерий Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Что волнует жителей поселка Томилино? На очередной встрече с жителями это выяснил глава округа Владимир Ружицкий. Томилинцы пожаловались на состояние медучреждений, транспортную доступность и работу чиновников. Но главной темой встречи стало благоустройство парковых зон округа. В округе готовится масштабный проект по благоустройству парковых зон. К 2023 году число мест отдыха должно достигнуть 15. Одна из территорий, которую планируют привести в порядок – Малаховское озеро. Запрос от жителей давно. И этим вопросом мы занимаемся совместно с правительством Московской области. И на сегодняшний день мы, что касается Малаховского озера, получили проект из экспертизы. Мы в этом году приступаем к первой очереди Малаховского парка, к обустройству. Я надеюсь, что при наличии денег в следующем году мы завершим парковую зону Малаховского озера, включая дамбу. На территории у Малаховского озера появятся пешеходные велодорожки, детские спортивные площадки, зоны отдыха. Если одни жители ждут перемен с нетерпением, то другие с недоверием смотрят на эти инновации. Мы не против оккультуривания, приведения в порядок лесной зоны и так далее. Но все эти излишества, которые были представлены в плане, несомненно, это, во-первых, трата денег, а во-вторых, что главнее для нас – это разрушение сложившегося биоценоза, который сохранился еще с тех времен, когда не было рядом вообще Малаховки, дачного поселка и так далее. На очистку Малаховского озера выделяется ни много ни мало, пока в первом приближении 97 миллионов рублей. Мы сейчас делаем в этом плане проект, и я надеюсь, что это состоится, потому что деньги, понятно, областные и федеральные, и мы в следующем году почистим Малаховское озеро. В поселке Вуге из-за аварийного состояния закрылся детский сад номер 17. Этот факт уже второй месяц волнует родителей его воспитанников. Детей пришлось перевезти в другие дошкольные учреждения, что создает большие неудобства для жителей. На встрече им пояснили, потерпеть их придется до постройки на улице нового детского сада. В настоящее время уже готовится полное такое обоснование необходимости строительства нового объекта на этой территории. Предполагается, что это будет детский сад, рассчитанный на 150 мест. Дети, которые проживают на поселке Вуге, вернутся в это учреждение и будут уже в новом здании в современных комфортных условиях находиться. Подняли на встречи и медицинские вопросы. Жители Томилина волнуют состояние местной поликлиники. Они единогласны во мнении. Она уже заждалась капитального ремонта. С 4 августа начинается капитальный ремонт вашей поликлиники. Начинаем идти с 4 этажа, опускаемся вниз. И надежда, что мы к Новому году сдадим где-то примерно на 90%. Строительство храмов Томилина, незаконная торговля на территории округа, качество водопроводной воды, восстановление Дома культуры в Токарево – темы, которыми также интересовались жители. Вопросы, на которые не удалось дать ответ на встречи, взяты представителями администрации на контроль. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Летом самое время готовиться к зиме. В Люберцах полным ходом идет подготовка к холодному сезону. Каково состояние котельных в городском округе в целом и на улице Шевляково, в частности, в нашем сюжете. Так, вы ночью работаете? Мы работаем. Да, мы работаем, да. Да, мы работаем, да. В круглосуточном режиме работают сотрудники котельных. На улице Шевляково подготовка к отопительному сезону почти завершена. Данная котельная обслуживает порядка 31 дома, порядка более 3600 жителей. Это школа, детский садик. Котельная, по сути, почти готова. Я думаю, что где-то в пределах 15-20 августа она будет абсолютно готова. Теплом и горячей водой жители городского округа обеспечивают 82 котельные. Их подготовка к зимнему периоду завершится осенью. Я ставлю задачу, в основном, мы должны процентов 90 выйти за август месяц. Ну, какие-то работы, да, мы будем завершать в сентябре, но стоит задача максимально августом завершить. На 70% выполнен план по подготовке Люберецких котельных к отопительному сезону. Пробные пуски тепла состоятся в сентябре. Анна Троян, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Семь единиц новой всесезонной техники пополнили парк Люберецкого ДЭП. Они будут обслуживать северную часть города. Ключи от машин сотрудникам предприятия вручил глава округа Владимир Ужицкий. На эту навеску зимой устанавливается плуг для чистки снега. Все, наверное, видели, как работает примерно такая машина. Снизу сопла, это вот в летний период, они служат для полива и мойки дорог. Большой новенький КДМ теперь основной инструмент в уборке дорог круглогодично. В теплое время года в огромной канистре поместится более 7 тонн воды. В холода этот объем заполнят реагенты. Щетки машины способны чистить как смет, так и снег. Теперь у ДЭПа таких машин две. Остальные пять новинок тоже универсальные. Пришел новый Соболь для бригады, которая выполняет работы по установке знаков и удалению пней. И опиловке сухостойных деревьев. Две единицы, это МТЗ-82, большие трактора, выполняют работу по поливу, по подметанию. Это зимний период, это рост соперегента. Вместе с новыми семью спецмашинами автопарк ДЭПа насчитывает 36 единиц. По словам руководителей предприятия, с таким количеством станет легче справляться с объемом работ. Пополнить оборудование удалось за счет муниципального бюджета. Ключи от новеньких авто работники предприятия получили из рук Владимира Ружицкого. Сейчас бы я хотел вас поздравить с приобретением новой техники. Конечно, качество нужно. Для качества нужны профессионалы, как вы, и, конечно, техника. Поэтому я думаю, что мы потихоньку техникой обрастаем. И стоит задача ситуацию удерживать. Глава округа поблагодарил коллектив предприятия за нелегкий труд и вручил благодарственные письма работникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В 76 дворах округа выявлено 406 ям. Эти недостатки ликвидируются по поручению губернатора Московской области. На сегодняшний день заделано уже 93%. На минувшую неделю во дворах устранили более 60. В микрорайоне Красная Горка коммунальщикам пришлось отремонтировать 7 ям. В основном они образовались летом из-за тяжелых дождей. Наибольший объем работ выпал на проспект Победы. Сотрудниками управляющей организации проводится еженедельный мониторинг образования ям на территории дворовых, также проездов дворовых. Соответственно, это дефектуется. И в течение примерно месяца эти ямы устраняются. Ямы на проспекты Победы устранились с применением механической виброплиты. В среднем на ямочный ремонт в микрорайоне Красная Горка за один теплый сезон уходит 20 тонн асфальта. Капитальный ремонт хирургического корпуса Люберецкой областной больницы идет полным ходом. Это учреждение приводят в порядок по государственной программе здравоохранения Подмосковья. Реставрация зданий 50-х годов постройки началась еще в 2015-м. А в этом году работы выходят на финиш напрямую. За несколько лет ремонта в хирургическом корпусе обновилось многое. Кровля, фасад инженерной коммуникации, операционные и хирургическое отделение. На очереди 900 квадратов, весь первый этаж. К завершающему этапу приступили в начале мая. В обновленном хирургическом корпусе разделили потоки людей. Правое крыло для посетителей. Здесь для навещающих заработает гардероб и стол информации. В левое крыло будут поступать пациенты на скорых и те, кого ждет плановая госпитализация. В новом приемно-диагностическом отделении оборудуют все необходимое для пациентов, поступающих экстренно. Большой пандус, диагностические и смотровые палаты, мини-операционные, гипсовые комнаты. Заработает современное эндоскопическое отделение. А 450 койко-мест разместят с учетом комфорта для пациентов. У нас здесь не будет палат, которые измеряются 10-12 койками, как было ранее. Все-таки мы стараемся быть пациентно-ориентированными. Поэтому палаты будут менее емкими по количеству кроватей. В корпусе продолжается лечение пациентов на двух других этажах. Пока больных просят потерпеть временные неудобства. Финансируется проект из регионального бюджета. Масштабное обновление обошлось в 49,5 миллионов рублей. Включает в себя и отделку помещений, и где-то кафель, где-то покраска, где-то замена потолков. Сюда входит замена коммуникаций всех, водоснабжение, отопление. Сюда входит ремонт лестничных маршей до третьего этажа. Планируется, что новогодние пациенты попадут уже в обновленные палаты. Завершат ремонт в декабре. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Как мигранты устроиться на работу, создать свой бизнес и вообще максимально избежать трудностей, связанных с адаптацией? Семинар, который состоялся в Люберецкой мечети в Вялках, объединил представителей разных национально-культурных автономий Подмосковья. Здесь эксперты индивидуально рассмотрели проблемные вопросы каждого участника встречи. И разъяснили неясности в законодательстве. Узбеки, таджики, киргизы более 70 человек. Узнать о своих правах и задать вопрос экспертам приехали мигранты из разных уголков Подмосковья. Мы здесь для того, чтобы помочь вам в таких вот сложных ситуациях. Вам всем спасибо, вы молодцы, что вы пришли. Вы говорите, это слушайте, это все зафиксируется, и эти все вопросы поднимутся. Особенно остро людей интересует нововведение в миграционном и трудовом законодательстве. Отдел Джон Закиров – многодетный отец и единственный кормилец в семье. Не так давно он реализовал свою мечту – собрал команду и создал строительную компанию. Но при реализации заказов наткнулся на подводные камни. Приходит, человек поймал в объекте, в стройке, говорит, почему у тебя в патенте написано камни, а ты убираешь территорию. Он работу сделал, за собой должен переврать. И начали спориться. Говорит, человек же работает, он же за собой должен убирать. Нет, он должен убирать. Между прочим, другие квалификации должны написаться в патенте. Или уборщик, или разнорабочий. Как с этим разобраться? Желающих высказаться и задать вопрос оказалось много. Семинар затянулся на несколько часов. Эксперты старались помочь каждому. Важную роль отвели теме добровольного и обязательного медицинского страхования, а также необходимости изучения русского языка. Я могу сравнить в данном случае русский язык с воздухом, который мы дышим. Мы не замечаем этого. А когда мы знаем язык, нам становится легко жить. И язык, в конце концов, может спасти знание языка и жизнь человеку. Я уж не говорю о том, что просто помочь жить, работать. Всего подобных семинаров запланировано 10. В ближайшей встрече состоится в августе в Котельниках. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Подходит к концу последняя смена форума «Я гражданин Подмосковья». Пять недель его участники впитывали свежие знания на лекциях, мастер-классах и встречах с известными людьми. Теперь пришло время поделиться мнениями. О своих впечатлениях люберецкая делегация лично рассказала главе округа Владимиру Ружицкому. Последняя смена – кульминация форума «Я гражданин Подмосковья». Показать себя сюда съехались представители ведущих компаний и учебных заведений региона. Чтобы похвастаться успехами и дать возможность молодёжи к себе присмотреться, Люберц на форуме представил вертолётный завод имени Миля, который всегда рад молодым перспективным специалистам. Мы заинтересованы в пропаганде вертолётостроения как такового. В развитии вертолётостроения как интереснейшей и сложнейшей отрасли авиационной науки, авиационной индустрии. Мы хотим заинтересовать, увлечь ребят возможностью быть причастными к созданию вертолётов, этих прекрасных винтокрылых существ, подвластных воле человека. Возможностями современной техники по соседству удивляли студенты люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. Алексей Щекочихин – ас в компетенции эксплуатации беспилотных авиационных систем. Призёр всероссийского конкурса «Молодые профессионалы» приехал на форум, чтобы представить свою специальность. У нас в шатре стоят квадрокоптеры, которые могут программироваться, на них стоит светодиодная лента, установлены захваты, которые могут переносить грузы также с помощью квадрокоптера, и квадрокоптер, на котором можно летать от первого лица, скажем так. Люберецкую экспозицию оценил и глава округа Владимир Ружицкий. Заодно пообщался с молодыми участниками форума. Активисты не стеснялись делиться впечатлениями. Есть возможность пообщаться, поделиться какими-то своими взглядами на жизнь. Всё-таки молодёжь в поиске в плане профессии, в плане своего места в этой жизни. Здесь собираются, как правило, самые активные, думающие, ищущие ребята. Поэтому я думаю, что каждый, кто посидел в лагере, он просто обогатился. За пять недель форум «Я, гражданин Подмосковья» посетили более 400 люберецких активистов. Участники события были вовлечены в обширную образовательную программу, разбитую на семь направлений. Занятия себе по душе нашли волонтёры, журналисты, спортсмены, молодые парламентарии и предприниматели. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Насколько внимательны люберецкие водители, когда их пассажиры дети, выяснили правоохранители. На Октябрьском проспекте прошёл рейд. Инспекторы проверили в салоне машин на наличие детских кресел. Какие особенности должны учитывать автомобилисты и что грозит нарушителям, узнавала наша съёмочная группа. Когда везёшь ребёнка, будь бдителен. Этого требует закон. Однако не все водители помнят о простых правилах безопасности. Водитель? Правонарушение вам ваше понятно? Не, непонятно. Непонятно? Непонятно. Особо непонятливым суть правонарушения разъясняют госавтоинспекторы. Ребёнок располагается специально в детском удерживающем устройстве, так называемой переноске люльки, которая находится на заднем сидении и которая не закреплена никаким образом к этому сидению. Потому что в случае резкого торможения или какого-либо ДТП, ребёнок просто в этой люльке может вылететь вперёд. Обычная поездка за город или в магазин может обернуться трагедией. Чтобы не стать жертвой обстоятельств, нужно использовать детское кресло, когда в салоне ребёнок до 11 лет включительно. В 2018 году на территории обслуживания пострадало 4 ребёнка, которые были пристёгнуты ремнём безопасности. В 2019 году снижается количество ДТП с детьми. Два ребёнка пострадало, тоже были пристёгнуты ремнями безопасности. Благодаря ответственности водителей случаев детского травматизма становится меньше. Алексей Копцов за рулём 11 лет. Детское кресло приобрёл 2 года назад, как только в семье родился ребёнок. Детское кресло – это один из залогов безопасности, которое способствует защите ребёнка. И это неотъемлемая часть. И, честно, я просто не понимаю людей, которые с маленькими детьми его не используют. 3000 рублей такую сумму заплатят автомобилисты за халатность. Полторы тысячи, если оплатить в первые 20 дней после нарушения. Но не стоит забывать об одном – самое дорогое детская жизнь. Мария Кузьмичёва, Анастасия Юшкевич и Валерия Псалямов. Телеканал ЛРТ. Московская область отмечает в этом году 90 лет. Этой круглой дате мы посвящаем сюжеты и истории о самых значимых событиях и ярких личностях округа. На этот раз речь пойдёт о люберчанах, которые точно знают – чужих детей не бывает. Они делают семьи родными для малышей, которые остались без попечения родителей. Слова мама и папа звучат в семье Лариных уже семь месяцев. С маленькими Ариной и Кириллом супруги познакомились в одном из детских домов Подмосковья прошлой зимой. Встреча стала судьбоносной и положила начало этой истории со счастливым концом. Тогда Кирилл сам выбрал Марию и Александра на роль родителей для них с сестрой. Он катал карету и так приставным шагом за ней шёл. И дополз до папы. И спросил его – папа? О том, что у них будут приёмные дети, Ларины решили ещё в самом начале своей супружеской жизни. Показать малышам, что такое счастливая семья, и вырастить из них заботливых родителей. Такое желание привело супругов к порогу детского дома. Мы долго к этому шли. Мы очень серьёзно к этому готовились. Понимали, что мы финансово должны быть к этому готовы. В детском доме не бывает здоровых детей. Они не рождаются от балерины и профессора. Поэтому, естественно, мы должны не только силы своей, любовь, не только эмоции розовые вкладывать, но и просто чисто финансы. Такой подход к делу оценили в Управлении опеки и попечительства. Отсюда начинает свой путь каждый потенциальный приёмный родитель. В прошлом году его прошли 23 усыновителя, в этом уже 7. Сейчас на старте стоит Вероника Карапетян. Она решила стать приёмной мамой и получает свои первые консультации в отделе семейного устройства детей. Мы, 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 8 приёмных детей. То есть я привыкла, с ними росла. То есть, в принципе, они не приёмные, можно сказать. Мы относимся к ним, ну, как родные уже, братья, сёстры мои. Вот. И как-то с мужем так пообщались. Решили тоже у нас двое биологических детей. Подумали, почему бы и нет. Вот. То есть решила, так сказать, тоже помочь детям. Веронике предстоит доказать свою готовность к воспитанию приёмных детей. От кандидатов на роль усыновителей и опекунов требует выполнить ряд обязательств. Первый – экзамен сбор пакета документов. Второй – школа приёмных родителей. Пройти здесь обучение должен каждый, кто хочет взять ребёнка в семью. Весь этот путь потенциальные родители проходят при поддержке сотрудников управления опеки и попечительства. Я стараюсь донести до каждого гражданина, который приходит на приём, на консультацию, основные моменты принятия ребёнка в семью, с чем гражданин может столкнуться, с какими трудностями, с какими сложностями. Стараюсь понять, насколько гражданин готов, насколько он реально оценивает свои силы. Наедине с собой приёмные семьи не остаются и после всех обязательных процедур. За ними ненавязчиво продолжают наблюдать специалисты управления. Поделиться свежими новостями и задать вопросы к ним заходит Лариса Кужелева, опекун с 10-летним стажем. В её семье воспитывается пять приёмных детей. Мы обращаемся по юридическим вопросам, потому что, так как мы сами не юристы, естественно, и зачастую не сталкиваемся в своей жизни именно с такими юридическими проблемами, какие-то проблемы у наших детей. Здесь действительно очень хорошие специалисты, и действительно придёшь, доброжелательно тебя встретят, и всё объяснят, что надо. Старшие дети Ларисы Кужелевой уже подросли, заканчивают школу и выбирают будущую профессию. У маленьких Арины и Кирилла пока другие заботы и успехи. В свои три года мальчик осваивает приёмы дзюдо и стили плавания, обещает стать олимпийским чемпионом. Его младшая сестра учится говорить первые слова и готовится пойти по спортивным стопам брата. Достигать первых в жизни вершин помогают новые мама и папа. У меня есть список, что должен знать ребёнок в этом возрасте. Они не знали этого ничего. Нам кажется, так просто. Синий, красный, лево, право. Непросто. И выясняешь, что им интереснее. Кирилл у нас архитектор. Он быстро-быстро собирает что-то из конструктора. То есть он очень серьёзный в этом случае. А она художница. У нас самые лучшие в мире дети. Лучше не бывает. От Кирилла и Арины успели отказаться девять приёмных семей. В семье Лариных у них наконец началось счастливое детство. Оно продолжит быть таким. Об этом обещают позаботиться Мария и Александр. И строят планы на ближайшее будущее. Всем вместе съездить на юг и показать детям море. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов и Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ. Новый учебный год не за горами. Пора идти за покупками. Август месяц полной боевой готовности не только родителей, школьников, но и торговых точек. Наша съёмочная группа отправилась в магазин констоваров, чтобы ознакомиться с ассортиментом и ценами. И попала на настоящий праздник. Увидеть Деда Мороза со снегурочкой в середине лета, полакомиться мороженым и поучаствовать в весёлых играх. Для своих посетителей магазин «Банди Игрушка» устраивает такой праздник не впервые. Ежегодно в преддверии первого сентября здесь отмечают Новый год. Праздничное настроение царит и внутри магазина, где можно погрузиться в атмосферу Нового года – календарного и учебного. Ко второму подготовились основательно. Для тех, кто пойдёт в первый класс, создан отдельный праздничный уголок. Я пришла сюда со своей семьёй, с мужем и с дочкой, чтобы главным образом собрать ребёнка к первому классу, ну и купить игрушки, которые у дочери о день рождения. Мы неоднократно уже сюда приезжали, и всегда находим то, что нам нравится, и приобретаем это здесь. Подготовить ребёнка к школе здесь можно от А до Я – от ластиковых карандашей до рюкзаков и школьной формы. Большой выбор производителей расширяет не только ассортимент магазина, но и ценовой диапазон. Есть дорогие товары, которые европейского производителя есть, также и Китай, есть и Таиланд. Поэтому всем будет удобно, выгодно, что в одном месте они всё это возьмут. Учебной литературе отведено отдельное помещение. Купить рабочие детради, словари, методические пособия и учебники можно как в розницу, так и на весь класс. У нас представлен большой ассортимент учебной литературы, начиная с дошкольной. Представлена ещё учебная литература по школьному звену, начиная с первого класса по одиннадцатый класс. Если товара нет в наличии, родителям не придётся искать другой магазин. Сотрудники склада ежедневно принимают заказы. Всего два-три дня и проблема с учебниками решена. Остаётся только дождаться первого сентября. Компенсацию стоимости школьной формы получили более 70 детей из многодетных семей в первом полугодии 2019 года. Материальная помощь на одного ребёнка составляет 3000 рублей. Она выдаётся раз в год. Для оформления компенсации родители предоставляют справку о том, что ребёнок учится в школе городского округа Люберца. Услугу по предоставлению выплаты можно получить на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Она доступна для заявителей с подтверждённой учётной записью на портале. Всего в этом году выплату могут получить порядка 500 юных люберчан из многодетных семей. Отмечу, в прошлом году компенсацию за школьную форму получили 337 детей на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Акция «Добрый шкаф» впервые прошла сразу в 10 точках округа. Желающие помочь могли выбрать место сбора, удобное для них. Но остались в стороне и мы, и отправились в Наташинский парк и Красковский культурный центр. Пятый год «Добрый шкаф» распахивает свои двери для всех желающих помочь. Акция прошла и в Наташинском парке. Мы начали в 11 часов. Где-то уже с половины 11-го мы здесь на площадке уже наблюдали, подходят люди. Пришло уже больше 25-26 человек. С каждым годом число желающих сделать доброе дело становится больше. За один день волонтёрам удаётся собрать тонну вещей. Ну, как мы видим, люберчане издают очень хорошую одежду. Например, вот такие летние яркие сарафаны. Детскую одежду, кожаные куртки, зимнюю одежду, даже мягкие игрушки и обувь. Самое главное условие в этой акции – должна быть одежда чистая и в хорошем состоянии. Екатерина Слепова – постоянная участница акции. Помогать людям она учит и свою маленькую дочь Марусю. Вместе с ней она принесла несколько пакетов с игрушками и летними вещами. Я такой человек, что что-то разонравилось, из чего-то я уже выросла по параметрам вторых 90. И, соответственно, всегда жалко. А вещи эти копятся, копятся. И я не могу их выкинуть. И лучше отдать кому-нибудь, переносить, чем, соответственно, выкинуть просто. Помочь нуждающимся решили и сотрудники Красковского культурного центра. Ольга Барабанова впервые стала волонтёром. На акцию принесла вещи дочки, из которых та уже выросла. Я сдала детские платья, кофточки, одежду в основном. Для меня акция значит очень много. Это замечательно помогает нуждающимся, малоимущим. Буду принимать в ней в дальнейшем участие. После собранной вещи со всех пунктов отправили на склад благотворительного фонда «Добрые руки» в Жуковском. Там их рассортируют и почистят. Затем отправят в детские дома и нуждающиеся семьи по всей России. Мария Кузьмичева, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Шесть всесезонных ярмарок выходного дня работают на территории городского округа Люберцы. На них можно купить разные товары. Продовольственные, канцелярские, текстильные. Всё от отечественных производителей. Ярмарки выходного дня пользуются у люберчан большим спросом. Вся продукция проходит обязательную сертификацию. Периодически на ряд товаров делают скидки. Фермерскую продукцию привозят из Подмосковья, Твери, Тамбова, Рязани и других уголков страны. Также на прилавках продаётся и белорусская продукция. Ярмарки выходного дня открыты для посетителей три дня. С пятницы по воскресенье. С 10 до 20 часов. Власти округа приглашают фермеров предоставить свою продукцию на одной из торговых площадок. Подробную информацию об участии можно получить в отделе торговли администрации городского округа. Общественная палата Московской области провела мониторинг спортивных площадок региона. В Люберцах общественникам предстояло проделать большую работу. Какие недочёты выявили и каково состояние объекта в целом, узнала наша съёмочная группа. С детских площадок на спортивные. Аня перешла три года назад. У юной спортсменки теперь каждый день активный. Девочка занималась на тренажёрах во всех уголках городского округа. Мне очень нравится заниматься спортом. Когда я вижу всякие площадки, мы идём туда с друзьями и занимаемся. Я рада, что очень много тренажёров в Люберцах. Аня уверена, все площадки одинаково хороши. Но так ли это на самом деле определили зоркие и опытные члены общественной палаты? Безопасны ли тренажёры и как они содержатся? Общественники проверяли неделю. Внимание обращали на всё. На напольное покрытие, состояние и прочность тренажёров. И наличие элементов. 44 площадки мы объехали, посмотрели и были приятно удивлены, что в основном площадки у нас в хорошем состоянии. Качество покрытия за редким исключением хорошее. Мы смотрели качество соединительных швов, хомутов, винтовых соединений. В основном все эти соединения прочные. Площадки хорошо освещены. Мониторинг выявил и недостатки. Так, запасное поле торпеда нужно привести в порядок, считают общественники. Недочёты нашли и на придомовых территориях. Нарекания в основном были по содержанию именно спортивного инвентаря. То есть есть баскетбольная площадка, к примеру. Есть хорошее покрытие, есть освещение, есть лавочки. Всё, вопросов нет. Баскетбольный щит висит, баскетбольной корзины нет. Скажем так, это редкие исключения, но они есть. И задача управляющих компаний – производить текущий ремонт. Спортивным площадкам округа уделяется должное внимание. А у Люберчан есть почти три сотни мест для занятия физкультурой. Такое заключение составили общественники после мониторинга. Его они передадут в региональную общественную палату для разработки планов дальнейшей работы. В премии «Наша Подмосковья» активно участвуют люберчане. В этом году соискателями стала команда по футболу среди глухих торпедо-люберцы. Сурдо-футболисты показали игру и рассказали, чего стоят их спортивные успехи. Денис Кудин с детства мечтал стать футболистом. Но осложнения после перенесенной болезни наложили отпечаток на его слух. Несмотря на это, Денис не сдался. Стал игроком команды по сурдо-футболу. «Первая награда – это в 2009 году второе место заняли. А на 2013 уже первое место. Радость была другая. Хотел бы стать тренером и развивать футбол, чтобы сильная и хорошая команда была для будущего. Чтобы дети, многие там расти, вырасти. Чтобы они были, как я». Три года назад его сборная перебазировалась на родную землю Дениса в Люберце. За это время футболисты приняли участие в двух чемпионатах России по сурдо-футболу и в этом году завоевали бронзовую медаль на чемпионате Московской области. «Мы все сильные. Мы все сильные команды. Тренер, да, строгий, воспитанный, конечно. Каждый день ругает нас». Футбольная игра среди слабослышащих строится по тем же правилам, что и в классическом футболе. Единственное отличие – тренер дает команды жестами. «Трикинг, нападение. Запас в салоне, рукавов и пар. Запас». Новый шаг – участие команды в премии «Наша Подмосковья». Популяризация этого вида спорта не только в округе, но и по всей России. Такую цель ставят перед собой спортсмены. «Чтобы ребята имели игровую практику, имели базу, чтобы развиваться и выходить на определенный уровень». Сейчас игроки торпеды Люберца готовятся к новым соревнованиям. Впереди у ребят чемпионат России в Сочи. Он пройдет в сентябре. Футболисты клуба выступят за Московскую область. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, Телеканал ЛРТ. Таковы новости недели. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова